Святыня того же поколения. Какого поколения? Потом и говорим. Что это такое, братья? Риза Господня. Нет. Риза Господня. Нет, все правильно. Нет, все правильно. Видно рукава. Специально. Риза Господня. Но, если сейчас кто-то из октября был в трене, сейчас поклонялся, потому что здесь такой приход, не было. В общем, кто-то говорит, здесь Риза Господня и в Трире. Правильно. Вот у нас сколько слоев одежды? Майка, рубашка и пиджак. В Трире это пиджак, а у нас майка. Вы же по Франции имеете в виду. Но, в отличие от Трире, здесь, так сказать, сами, сама ткань. А в Трире, вот эти кусочки, они уже из-за того, что ткань, как бы, стала истрела, там все, они вкраплены и вставлены, так сказать, вот, ну, короче, как бы, как внутренний сэндвич, так сказать, вот, братья и сестры. Но, я показываю, так сказать, что есть. Пока вот я хочу сказать, как я сказал, сначала изумить. Второе. Это я стараюсь следовать некой священной хронологии промысла Божьего. Вот, еще, пожалуйста. Кто это такое? Глава Иоанна Притечина. Третье обретение было, в результате третьего обретения она оказалась в Константинополе. А вот сейчас четвертое обретение. Она, в том смысле, что русская церковь вдруг осознала, что эта глава не пропала, потому что Константинополь, заведомо ее нет, в Стамбуле, то есть. А она, оказывается, лежит в Бомьене, в Ангельском готическом соборе, братья и сестры. И вот 11 сентября, вот, ну, я в частности буду служить там Божественной Литургией перед этой главой. Вы понимаете? Ну, я просто показываю. То есть, может быть, издалека, так сказать, не очень видно, но, тем не менее, потом в интернете вы еще можете у нас нажать. Если, так сказать, не можно, можно найти так, там, соперник, потому что так много, допускать... Или потом отдельно. Потом отдельно, да. Вот. Но я имею в виду, какая глава, не частица глава, хуже конкуренции, так сказать, находит до того, что... Что это такое? А это братья и сестры. Например, поезд Богородицы, конкурентный, который, так сказать, лежит в городе Ложь, рядом с замком. Все посещали замки впустую. Замки Луары, я имею в виду. Все, кто едут во Францию, все вам предлагают экскурсию. Замки Луары. Но эта экскурсия скопирована с, так сказать, безложных источников, так сказать. Они посещали замки, смотрели камни, кровати, мебель и все прочее. А вот около одного замка в Ложь, оказывается, до сих пор лежит поезд Богородицы. Но я его первый раз нашел на выставке византийских тканей. Как один из обратчиков ткани, вроде бы, поезд Богородицы. Так и написано было. Ди. Ди Лассантю. Но, братья и сестры. Но, вот, чтобы, так сказать, предотвратить смущение, как-то так. Нам с Афона привезли, он вроде такой. Ну, что же он такой? Какой такой? Оказалось бы, 70% приходило, чтобы улучшать свое чедородие. К этому поезу. Так к этому поезу оказалось, тоже французы, француженки, приходили, чтобы тоже, как-то так вот, помочь им в чедородии. Но то, что и во Франции, и к этому поезу приходят с одной и той же проблемой, это является таким духовным аргументом, что, наверное, это что-то одинаковое. А уж если кто-то говорит, а почему это второй поезд? Мы так привыкли, что только у меня единичный, эксклюзив и так далее. Братья и сестры, сколько у нас поясов? Сколько у нас южных? Заграните в свои шкафы. И святые, когда умирают, вот, отец Николай Гурьянов, сколько, наверное, было подрясников, которые раздавали близким людям? Да не много. Даже, а? Ну, два-три, наверное, жил. А здесь только второй поезд. Это же не десятый. У Гурьянов Рождацкого было много. Это же не десятый, братья и сестры. Вот. Более того, конкуренция. Терновый венец. Это тоже такое. Я просто подчеркиваю, я здесь представил, только святыни, святыни представительные. Потому что мы знаем, что в центре Парижа покоится Елена, святая, апостоль, покоится. И причем этот термин имеет значение даже, когда отделяют. Мы знаем, что Артемий Писаровский покоится в Дивеево, если сказать, Сергей Радонежский в той церкви, но мы знаем, что у них уже отщипнули, откусили, там, все прочее, так сказать, по мере возможности и частицы. Но есть главное место захоронения. Но она непредставительна. Ну что, так сказать, вот лежит пакет. Известно, что там туловище без головы, без рук. Ну что вам его показывать? А здесь терновый венец. Видно, что терновый венец. Другое дело, как бы он не он. Но вот этого я специально разобью вот эту часть, так сказать. Чтобы как убедиться, что набор веточек действительно может быть тем, который был орудием пыток для нашего спасителя, когда он был на земле. Братья и сестры. Так вот, и еще один, так сказать, тоже, как бы для смещения центров интересов, вот показываю вот это. Что это такое? Вот так мы видим там руку торжествующую. Это, да, и здесь вмонтирована, так сказать, вот часть кого? Пальца святителя Николая. Но, где этот пальц хранится? Он хранится географически в местечке Сен-Никуля-де-Пор, 15 километров от Манси, столицы Матаринги. Но почему этого показывают? Я показываю специально. Потому что мы плохо знаем историю западной церкви, западного народа. И когда будем сидеть Николая, мы сразу говорим, о, Баре, там все есть. А оказывается, исторически, и здесь я вот сравню, так сказать, судьбы. Мы знаем, что Патриарх Никон заказал список Иверской иконы. Ее привезли, этот список. Но прославился не вторичный список оригинала, хотя, казалось бы, он был ближе к благодати, с нашей интернистической, логической точки зрения. А прославился тот список, который сделали, так сказать, мы даже не знаем, с какого, который поместили в ту часовню, которая была у Красной площади. Тот список, который сказал Никон, как раз вот Путин передал подверг к Союзу Никону. Да, ну, он все равно, он и до Путина, до революции он был известен, его не прятали. Он был в Смоленском соборе на воде. Так вот, здесь, сюда, вот в это местечко около Нанси, Санекрадо-Пор, и вот настоятелем этого подобного, который я являюсь, в частности, попала частица пальцев. Но, в Германии, в Австрии, и вот в Алтаринге, и вот во всем этом севере, именно вот эта часть осуществила вот эти громкие чудеса. Одно из самых громких чудес, это Дед Мороз, который непонятно, ну, просто уже, так сказать, от нашего недоумения, как вот плат, вот видите, я вам показал плат, он белый, а у нас на иконах он красный. При отсутствии контакта с первоисточником, ну, мы, так сказать, легко придаем там материальным деталям символическое значение. Поэтому плат на Бокрова-Богородица на иконах стал красным. Так вот, Дед Мороз, раз Дед Мороз-Мороз, значит, Лабландия, Устюк и так далее. Ну, что такое Дед Мороз? Подарки. Так вот, мы сравниваем, вот здесь я разовью немножко, это этнографическое доказательство, этот палец. До 1970 года во всей этой зоне, а что такое зона? Германия, Австрия, Франция, вот это все, Палтарин, Грязас, подарки дарили до 1970 года. Не на Рождество, а в день святителя Николая. Ну, как младенец, как вот, владенец Христос, так сказать, который стал потом взрослым, там, все прочее, может, так сказать, сочетать подарки и младенца Христа. А доброту святителя Николая с его мешками, там, и мешочком, и золото, так сказать, ну, что ж, это очень естественно. До 1980 года. В 1905 году Бизансония еще, католики, возмутившись, сожгли чучело Деда Мороза, как возрождение язычества, эти сестры. Так вот. И, мало того, до сих пор в Баре только один крестный хор, в Баре. И Баре, чтобы узнать, для Италии, это как Якутия, для России. Это второстепенная провинция. Сказать, поехать в Баре, когда русский царь приехал, был в Ницце, и сказал, он хотел бы, чтобы заехать в Баре. Все удивились. Никто из нормальных аристократов в Баре не есть. Не было. Это тот монастырь, который мы видим, который нас, так сказать, как бы вдохновляет, потому что, действительно, там живут те люди, которые выполнили ту задачу, которую на них возложили. Потому что у католиков все-таки хранится еще ум, хранится какая-то остаточная благодать, так я специально для вас выражаюсь. И они, так сказать, создали, вот они действительно изучили, вот, наядь, так сказать, что было, как, житие Николая, и все. Но это появилось просто только в 1950 году. Они там поселились. А до этого было просто угасающее место, опустевшее и все прочее. Так вот, ну хорошо, обортимся к народу. Там вот только есть, конечно, крестный ход сейчас. А в Лотарингии до сих пор, в Нанси, столица Лотарингии. Лотарингия, это, как бы сказать, вот, столица, ну это как бы, как сказать, то есть в начале века это был металлургический центр, там, ну вот это, шахты и все прочее, но очень богатый район, как бы современный. Так вот, до сих пор, там, за две недели сейчас до праздника святителя Николая объявление по центральным улицам идет крестный ход, святитель Николай, братья и сестры. Так я к чему это возвращаюсь? Что нам нужно от святынь? Количество костей, весов или эффект? Так вот, оказывается, вот эффект духовный от этого пальца больше, чем в баре, братья и сестры. Теперь, можно сказать, кто ты такой? Почему? Почему мы об этом не знали, братья и сестры? Вот это здесь просто уже исторические обстоятельства. До баре доехать можно морем, а чтобы до Нанси добраться, это надо пересечь в межконфессиональные границы. Польша, Германия и, значит, вот опять католическое это. И поэтому вот эти мощи, мощные мощи святителя Николая, они не вошли в поле зрения русской церкви. Просто так вот, тем более, как мы знаем Францию, вот сейчас, сейчас, или по нашим источникам, нам кажется, не может такого быть. Братья и сестры. И здесь я обращаюсь к дефектам, к особенностям нашего советского образования. Франция была крещена в апостольские времена. Мария Магдалина, по западному преданию, я специалист, она прибыла во Францию в апостольские времена, когда было гонение, когда евреи в Израиле, на святой земле, тогда в Иудее устроили гонение, а они, христиан некоторых, в частности, Мария Магдалина, Лазаря, по западному преданию, посадили на лодку, и плыви эта лодка куда хочешь. И она по течению, ну как наши революционеры, пусть лодка, греха нас уже не будем брать, убивать их, пусть там она сама как-то решит. Лодка там или бог, в который они верят. И она пристала вот к берегам Марселя. Это один момент. Второй момент, мы знаем, что первым письмом Парижа был Дионисия и погиб. Мученик апостола Павла. Я возвращаюсь к чему? Это предание, которое надо обсуждать. Потому что, как раньше, когда нам советские историки говорили, ну вот, все это ерунда, все придумали. Первым епископом Лиможа, по преданию, был Марциал, это тот мальчик, который держал плат, когда Христос обывал модния апостола, братья и сестры. И мы знаем наш архиепископ в ходу служения, конечно, кто-то держит плат. Вот этот мальчик оказался первым епископом Лиможа. Консул Павел, который, так сказать, изумился чудом, у которого Павел устроился, апостол Павел исцелил его тесте или кого-то? Тесте на Мальчик. Правильно. Стал первым епископом Наргона, тоже французский город. Закхей, пусть только обратился, пусть только спаситель, неожиданно для всех посетил дом этого откупщика. Мы учили историю средних веков и античного мира только в пятом, в шестом классе. А в наших университетах в средние веки занимались только узкие группы специалистов. Ну, это особенности, я говорю, советского образования. Дальше. Мы тоже не знаем, что в восьмом-девятом веке возникла новая империя, новая сверхдержава, королинская, братья и сестры. И эта держава была как следствие созревания православного народа. Когда в апостольских именах была проповедь христианства, она как бы касалась, так сказать, ну как, знаете, как, в рамках свобод гражданских. Ну, так сказать, кто-то становился православным, здесь, там и так далее. Но в пятом веке французский король, а я подчеркиваю, в пятом, а мы только в десятом, Хлотлик принял православие, и как Владимир, со своей дружиной. То есть, вот государство французское начинает отчет своего православия от шестого века, братья и сестры. Ну, французское. Французское, французское. Это варианты произношения. Ну, варианты понимания, скажем так. Вот. Теперь. И это государство зарело и созревало. И к седьмому, к восьмому, к девятому веку оно стало сверхдержавой, так сказать, Европы. И, а Византия, как раз, наоборот, так сказать, была жертвой своих вот иконоборческих, множеству, смут и политических нестроений, и что делать? Вот как вот они... Византия искала союзников. С одной стороны. И как... Как этих союзников приобретать? У них же все есть, с материальной точки зрения. И дарили им святыни. Вот, чтобы, так сказать, снискать им благоволение. И вот плак Божьей Матери, Риза Господня, попадают в этот момент. Вот, как раз во Францию. Естественные причины. Я просто... Я так помню, что там должен был заключен династический брак между царицей Ириной и Карлом. В частности, в частности, этот вопрос обсуждался. Сын... Нет, ну... Обсуждался этот вопрос. Карл, который... Карл Великий. Готов. Карл Великий, у Карла было девять жен. А Владимира 700. Да нет, мы не спорте его поставили. После того, после обращения у него было, он заключал династические браки с парадными чтями в своей сфере, чтобы таким образом держать. И царица Ирина, когда его, когда его, как в кавычках, неожиданно короновали в Риме в 25 декабря 80-го года... Не будем уклоняться, просто к чему возвращаюсь. Если, нет, представьте, что если обсуждался брак императрицы Византии с лидером... Нет, у меня вопрос был... Но идея Карла и вы послов... Нет, не только идея Карла, это послов, но, извините, посол Карла, послов. Это посол как президента страны, извините меня, он же имеет какие-то... Вот. Короче, я к чему возвращаюсь. Я просто отвечаю на вопрос, могло быть или нет. Но мы не знаем вот этих аспектов. Мы представляем, мы не осознаем, что вот Франция, вот или вот Каролинская империя, которая потом привела... Была в одном государстве. Да. Так вот, я знаю, что в этот момент это была сверхдержавательская. И она в своем, так сказать, созревании политическом, материальном, духовном и так далее, да... Вот она, так сказать, вот... И просто, чтобы опять же ответить на некоторые сразу будущие возражения... Вот представьте, когда возникло политический инцидент с Персией в 17 веке, во имена Михелама. Чтобы его сгладить, персидский шах привозит, подарит часть Ризы Господней, которая стала, так сказать, вот... Ну, вокруг которой в одних храмах резиноположения. Ризы Господней, да... И она стала... Не только храмов. Так вот. Но, почему? Потому что тогда была святая Русь, что-то ближе к святой Русь. Почему я так говорю ближе? Потому что когда убили Грибоедова, И тоже, чтобы, так как это все-таки был инцидент политический, убили посла, подарили алмаз. Не стали искать где-то в закромах святыню там какой-то, а подарили алмаз. Ну, русские удовлетворились. Алмазовский, который до сих пор является хранителем нашей сокровищницы. Разные уровни духовного сознания. Так вот, я наоборот, здесь как раз свидетельствую в пользу того состояния, которое мы не знаем. Так вот, восьмой, девятый век. Это еще православная Европа, православная Франция. И Византия делилась. Теперь, опять же, у нас восстает наше сознание. А как это так? За что им дали? Братья и сестры, мы не осознаем Византию. Константинополь, это была столица. Столица православного мира. Рим II уже пал. И он, так сказать, находился в каких-то полуразвалинах, так сказать, и все. А Константинополь, наоборот, стягивала к себе все богатства, не только богатства, но и святыни православного мира. Их было много. Их было так много, что просто удавали, поскольку это было той ценной, не то, что одной из, а самой ценной валютой, самым ценным средством. Вот, и вот эти святыни попали. Третье, конечно, поколение святыни, вот сейчас Тернова, Венеция, глава Иоанна Претеча, попали вместе с крестоносцами. Тоже, братья и сестры. Вот, но не то, чтобы, это, потому почему я возвращаюсь, так сказать, обращаю на это внимание, потому что если спросить, как это попало, все равно умы, это все-таки крестоносцы. Нет, я повторяю, апостольские времена, расцвет Каролинской империи. Вот сейчас Елена. Елена попала во время этого расцвета. Один из монахов, монастыря Римской бархии. Вот, пожалуйста, попал в Рим. Но, что это за монах? Не то, что монах-то простой, но монастырь непростой. Попал в Рим он в середине IX века, а монастырь был основан в середине VII века, братья и сестры. Это тоже, чтобы сменить представление нашей о Франции. И первые 3-4 настоятеля, они святые, монахи. Они были прославлены, как говорят, еще до, до, до. Там Берхария, там первые основатели и все. Так вот, этот, мы мало знаем русских, но настоящее было 3-4 поколения настоятелей сразу святыми. 1-2, Сергий Никон, а после Никона есть святые? Ну, изучили Бог, преподавали вновь. Нет, правильно, это там. Там, на стороне, а в монастыре. Я не к тому, чтобы это уничтожить, а показать, так сказать, что какая была сила, которую мы не знаем, и которая, может быть, сейчас может стать нашим духовным ресурсом. Вот, он пошел в Рим. И, вот так говорят, сейчас современная наука и история, говорит, совровал. А, если так, может, вопрос? Ты же не отказался. Могила Святой Елены находится, соответственно, на Капиталистском холме. Правильно, Святой Елены? Могила, первоначальная могила. Первоначальное место захоронили. Да, так и есть. Так и есть. И почему-то у меня стало, чтобы причинили, что именно тело Святой Елены было оттуда увезено вместе с армией Наполеона. Нет, да? Это ошибочно. Это просто предубеждение. Да, и почему я возвращаюсь, потому что у тебя, вот, я тоже говорю о том, что мы прошли через советский период. Вот, я в одном месте читал просто лекцию, такое, ну, в туристическом, в таком месте, агенции, агенции, что я говорю, что вот все, что я говорю, Игорь, вот все это можно назвать как туристические невидимки. Если вы откроете гиды, вот, пожалуйста, в центре Парижа лежит тело Елены, туловище. То есть, вот именно в анатомическом смысле, без головы, без ног, без ног, но туловище. Но все равно Париж не избалован античными останками. Там во всех гидах написано, что этот язычник, отступник Юлиан, провел там два зимы. Ну, представьте, город прославлен из-за того, что там какой-то хулиган, разбойник, жил два года. Вот, слава, так сказать, такая, да? Вот, но это почему? Потому что Париж не избалован античными останками. Но ни в одном гиде нет, что мать императора Константина, вот, промыслом Божьим, или волей судеб на языческом языке, находится в центре Парижа. И что, пожалуйста, идите, посмотрите, вот, ее рака, там, все прочее. Только не ходите по этой улице вечером. А, да, по рукам-то не ходите. Но это уже особенности. Знаете, по Италии, по многим улицам тоже не надо ходить. Ой, по Риму. Не ходить можно, только сумку-то и передать. Ну, это, итак, так вот. И вот я возвращаюсь. Мы плохо знали историю, братья и сестры. И поэтому вот эти святыни оказались там. А как могли оказаться там? Потому что, я как вам сказал, сверхдержава 8-9 века, крестовые походы, да? Вот, мы уже на крестоносцев, короче, мы готовы списать. Но было еще и другое. Уже, как бы, особенности французской истории. Вот, понимаете, вот вы все знаете, так как я вижу, так сказать, по тем, кто присутствует. Пожалуйста, меня всегда удивляло, почему так много искушений святаго Антония? Вот, в западной живописи. Какой-то Босх, там, кто еще там, этот, Кранах, у меня там. Кранах, 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 Кранах. Я больше уже французский по-французски. Но, за что? Потому что это, как с нашей точки зрения, это были раскрученные художники. Босх не писал бесплатно. Надо было платить. Почему платили так дорого за Антония? Потому что в 10-м веке... Брэнк, это, где есть несколько? Да, да, Грюнвальд, Грюнвальд. Грюнвальд. Есть, Грюнвальд. Так вот, почему в 10-м веке мощь Антония оказалась в Грюнвальд? Каким образом? Опять же, византийский император, политические настроения. Значит, ему нужна была опора. Не то что опора, а сила. Он пригласил французского генерала, так сказать, военного специалиста, для того, чтобы помочь ему в своей бране с противниками. Тот, выполнил свою задачу, император одержал победу. Как его благодарить? А у того были вот свои личные духовные отношения с Антонием Великимым. Как это уже его личное дело? И он попросил как благодарность. Потому что я сказал, да мы сейчас расплачиваем орден мужества, квартира, так сказать, переделкина, машина там и все прочее. Нет, он уже в Афганске уезжает. Зачем ему квартиру, квартира, дворец видит? Она называлась дворцом Константинополя. Не нужно. Попросил мощь Антония Великого. Далее. Лекопент. Роман Грюнвальд. Ну вот. Далее. То есть вывезли из Египта? Не из Египта. Из Египта в VI веке вывезли. Если вы в Египет едите, спросите, покажите нам, а Роман Грюнвальд вам еще не покажет. Это только Макитов. Ого. Вот. А мощи были, вот, свезены в центр. Хочет в центр, поскольку нормально, так сказать, если есть возможности. И если есть, опять же, промысел Божий, желание, воля святых. Вот. Они были и дали, и дали. И как раз во Франции в 10 веке, вот опять, вот видите, как неожиданно получается. Там он прославился не как монах. И поэтому осознание, что он монах, это уже было как бы обратное действие. Он там прославился как великий целитель. Вот были эпидемии, неизлечимых болезней. Вот Антонов огонь, который нас испытывал в гражданскую войну. Это скоротечная гангрена, скажем так, на кратком таком языке. Скоротечная гангрена, просто руки отваливались, там все, вот на картине грунт, это есть, так сказать, такое, что вот, там вот этот больной, так сказать, с этим, с черными там руками. Так вот, и молились всем, а только когда вот стали молиться перед мальчами, значит, свои мальчане молятся всем, стучитесь во все двери. Перед Антонием Великом, бах, это эпидемия отступила. И возник орден, но орден не монахов, как у нас, пустынников-затворников. Не то, что как у нас, как бы мы предполагали. Потому что Антони Великий, кто в православном сознании? Отец монахов. Отец пустынников. Нет, орден, который поставил своей задачей, вот, как раз, заниматься вот этими самыми такими неисцелимыми больными, от которых классическая, современная медицина отказывалась, братья и сестры. Ну, естественно, когда ты имеешь его своим покровителем, изучаешь его жизнь, и поэтому, так сказать, вот его, так сказать, искушения стали, так сказать, одним из содержаний, вот, иллюстрации жизни Антония, которые украшали тракезные, там, приемные и так далее. Потому что мы знаем, что на Западе не было поклонения иконам, были статуи Антония, а вот это было, так сказать, очень просто. И их же, в зависимости от достатка, заказывали выдающимся, выдающимся, так сказать, вот, как я сказал, вот, воск, там, кранок, там, гробок. И говорят, вот вам воск, приятного аппетита. Парижская Багмати, и одни из ваших прихожан, которых не так-то признался, что он будет в Париже в этот день, вот, может быть, его увидят, поклонятся. Но, опять же, так скажу тебе, без смущения для него, вот, он много, несколько, уже сказал, несколько, даже, в Париже, но даже не думал, что такое есть. Ну, не только он. Посмотрите. За весь Девятнадцатый век, нет, вот, с того времени, когда после Наполеоновского нашествия началось уже нашествие, нашествие, такое, русских туристов, любопытствующих во Францию, нету ни одного свидетельства, что кто-то из них зашел в Норд-Радам, я знаю, что они заходили. Но я знаю, как вот у меня знакомые заходили в Шарский собор, и я говорю, посмотрите, там в боковой часовне есть тот плат Божией Матери, который спас Францию в девятьсот одиннадцатом году. И они не видели, потому что там это было написано просто тоже, вот, византийская ткань, там, подаренная, вроде бы, подаренная императрицей Ириной, так сказать, и так далее, и так далее. Кошь вверх, Кошь, вот, короче, вот, и боковая часовня. И вот только сейчас, вот, из-за православных... Я только управляю, если это то же самое, что и братрица Ирина была до Фотия. Как? И братрица Ирина была до патриарха Фотия. Если подарила ей братрица Ирину, то тогда патриарх Фотия не мог... Другой, это Риза, это не плат... Вот, уж о платках-то, что там, говорит, пояса-то, ладно. А у платков столько у нас, столько платьев. То есть, уже известно, что вот в те времена, просто отвечая на этот вопрос, чтобы спущать, Фотия или кто? Просто одежды, вот, как бы сказать, Слово Божие воплощает, Слово Божие переносит душу и тело на небо, вот. И поэтому, да, это одна из Риз Богородницы. В этом нет сомнений, так сказать, потому что... Я к чему возвращаюсь? Вот терновый венец. В чем проблема? Это набор веточек. Как доказать, как убедить современное сознание, что этот набор веточек, именно тот терновый венец, который был на голове у Спасителя, у Бога. Тем более, у Бога, братья и сестры. Мы, ну, как бы так, в своем сознании начинаем все больше ощущать вот эту дистанцию между Богом, Творцом и Тварью, которыми мы являемся, братья и сестры. Так вот, как это показать? Потому что, конечно, и вот это возражение, ну, католики, они могли там такого натворить. Вот, тоже самое слово мы употребляем сейчас в современном значении. Братья и сестры. Как? И вот здесь надо уже углубляться в историю. И оказалось, я просто прибеду заключение, чтобы было вам интереснее слушать. Ну, ладно, потому что вы скажете, ну, вот отец Николай, ну, кто он такой, мы его первый раз видим, может, потом мы увидим. Правильно, что он не будет? Но, но, правда, есть заключение, заключение, которое было сделано двумя выдающимися иерархами в современной русской церкви. Один из них, вот, Миттп. Владимир Сабадат, который приехал именно с хора, в частном порядке, как личность, он поклонялся ему, я знаю, и раньше. Он был экзархом, экзархом Корсунской епартии, западной Европы, то, что потом превратилось в Корсунской епартии. Но в 2006 году он приехал с хором Киево-Печерской лавры, братья и сестры. Было торжественное, что ли, так сказать, освидетельствование его. А второе, это, конечно, патриарх. Второе, это патриарх Алексей II. Про Кирилла, который был будущим патриархом, он как раз тоже был вместе с патриархом. То есть, можно сказать, он был вместе, он сопровождал патриарха. Патриарх Алексей II тоже. И мы видим, как одно из следствий, не то, что одно из чудес этих веточек. Вот представьте, ну вот вы знаете немножко законы политической жизни. Может ли патриарх поехать в Париж? Конечно, не может. Как так вот сказать? Как частное лицо, он как не то? Он не может быть, он как не то, так сказать. Всегда кто-то рядом, где-то сбоку. Так вот, он мог поехать в Париж, потому что сказал, что он хотел бы поклониться Тернову Венцу. Зароди сестры. Тернову Венец отворил дверь, потому что были бы, могли быть силы, которые души. Это ерунда. Ты знаешь, это нам, знаете, как ролики. То есть, когда я пришел первый раз поклоняться Ризе Господне, настоятель, который мне ответил, сказал, знаете, я говорю, знаете, у вас есть Риза Господня, какая есть? Я говорю, там, там сбоку, я уже там был, как я так, без паломника. Ну, не знаю, что это такое, говорит, так сказать, ну ладно, я тебе там пущу, сделай что хочешь. Но это патриарх, так нельзя ему сказать, между нами это ясно, а для других, ну давай сделай вид, что мы увидим. Так вот, этот венец открыл двери Парижа для патриарха Алексея. И своим, своей молитвой он, так сказать, осветит. И чем эта молитва кончилась? Вот смотрите, вот сейчас, чтобы оставить материальный знак своего поклонения, чтобы, видимо, он стыкуется естественно и естественно, он привез икону Владимирской Божьей Матери. И вот эта икона Владимирской Божьей Матери теперь висит, так сказать, на одном из таких видных, виденных мест, иконах, которые являются похоронительницей Руси, Москвы, и она теперь в соборе Парижской Богоматери. Как знак, так сказать, вот вхождения, но, я повторяю, из-за тернового венца. Это духовный аргумент, который для исторического сознания не значим. Но теперь обратимся сначала к историческому, потому что все-таки история нам здесь помогает. И история помогает дать доводы, чтобы обосновать. Почему? Потому что, знаете, одно дело, книга, там есть надписи, которые говорят нашему сознанию. Плиний, Тацит, видел все там и так далее. О, Тацит, мы говорим. Но если Тацит слышал, значит, это действительно был Христос. Но так между нами говорят, а Тацит-то кто такой? Это как дворник видел. Ё-моё, так сказать, по сравнению с Христом, Тацит, он как тварь, он дворник. Так вот, вот эти веточки не будут. Как всегда, как у Туриевской плащаницы, так у тернового венца есть зона, где историческое сознание молчит. Историческое досье только такое. В пятом веке видел кто-то, в седьмом кто-то и так далее. Но вся полнота церковного сознания соглашается. К моменту взятия Константинополя терновый венец был в Константинополе. Никто это не опротестовывает. Есть каталоги, но есть свидетельство паломников и все прочее. Терновый венец лежит в Казани. Взятие Константинополя крестоносцами. Опять же, обращаю внимание, это не Степан Разин, который шел специально за зимунами. Это было политическое взятие. И поэтому грабили, не грабили, а после первого... Грабили, грабили. Подождите, подождите, подождите. Это слово неприемлемо. Когда взятие, есть законы... Нет, нет законов. Беззаконное взятие, беззаконное граберное. Нет, нет, нет. Кошмарное, беззаконное, преступное... Если мерить, так сказать, по низам, так сказать, как ведут себя ядовы, и все прочее. Короче, императорский дворец, все, как его, когда американцы брали Ирак, вот, чувствительные точки, где хранились документы по нефтяным пристам, сразу были заграждены, там, спецназаны и все прочее. Императорский дворец, все, сразу был взят, так сказать, под охрану, спецаказ. Святыня. Преступный венецанцем в главе с величайшим преступником Венецандовым. Хоть кости, которого после вторичного взятия Константинополя были выкинуты византийцами и собаками. Нет, 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 потом, потом, потом. Это потом было, потом. Мы говорим о том, что было раньше. Теперь, значит, взяли Константинополя. Так вот, святыня оставались, величайшие святыни. Конечно, когда война, страсти и так далее, ребят скипают. Вот, но, тем не менее, Терновый венец сохранялся. Сохранялся на том месте, где он был. И это была власть законная. И были паломники, которые потом, так сказать, становятся тоже аргументами. В обосновании подпрости, братья и сестры. Война не война. Вот она все-таки, так как касается речи, десятков, сотен тысяч людей. Возникают дипломатические отношения, ну, регулярные, торговые, экономические, как хотите. Была Латинская империя. В 1230, в каком-то, в 5-м, в 6-м году, так сказать, вот, латинский император, что же, как говорят, истощим ресурсы. Что делать? Что делать? В частности. И тогда он предложил этот венец венецианцам в залог. Не продать, а в залог. За очень большую сумму, потому что мы знаем ее. Это, как, треть годового бюджета Франции. Ну, а, 20% годового бюджета Франции. Вот, скажем, 20% годового бюджета России. Венецианцы в этот момент нормально. Причем в залог, потому что оставил себе срок, что, короче, если он возместит, если не возместит, тогда они становятся собственниками. Но, я обращаю меня на что? Потому что это становится безотносительно к предыстории. Венецианцы не дураки. Если они согласились выплатить, потому что Бодуэн получил эту сумму, выплатить эту сумму, то это означает, что даже они, охмуренные, одуренные, так сказать, своей жаждой к наживу, как бы Александр Чернов, так сказать, и страстями, они понимали, что это ценность. Ценность стоит того же. И было условие. Условие, которое в истории осуществилось таким образом. Бодуэн предложил самокузену. Людовик Девятый. Это единственный из людовиков, который имеет прозвище Святой. Святой. И он действительно, у них он прославлен. Да, у нас в Москве храм есть священный. Да, с Москвы есть священный. Так вот. Предложил ему возместить этот залог. И Людовик соглашается. Но вы знаете, Святой, в деревне там походите, Святой это означает блаженный, и немножко, так сказать, так вот. Но короли не могут быть такими. Это когда третья или четверть годового бюджета надо выплатить, это же надо пропустить через бухгалтерию, братья сейчас. А бухгалтеры, они могут это затормозить. И тормозить можно очень, так сказать, ну, искусственно, так сказать. Человекома носу не подточит. Деньги вроде есть или нет. А ну вынь там миллиард из какого-то банка. Вам там покажут. Скажем так, это так кажется, что у кого-то там миллиард долларов. Но деньги были отпущены, братья и сестры. Это означает то же самое. Моральное согласие не этого, святого будущего Людовика. С ним все ясно. Он на все согласен. Он и покупал, и он и прелополомничество совершал, к мощам в аренду, и еще что-то и так далее. Он святой, как говорят. А люди там окружали, реалисты, государственные деятели. И это не было французское государство эпохи упадка. Это была эпоха строительства готических соборов, братья и сестры. 1240-е годы. Амьенс, глава Иоанна Крестителя уже была в Амьене. Начался строиться Амьенский собор. Именно в этот момент начинает строиться вот в этот период собор, новый собор готический в Шартре, который мы видим до сих пор. Именно в этот период, братья и сестры, это означает было соответствующее состояние общества. Так вот, общество отпустило эти деньги. Деньги повезли. Ну что, деньги-то повезли. А какое-то отношение имеет к нашей истории, к подлинности. Король, хоть и святой, блаженный, вызвал двух доминиканцев, которые были известны, во-первых, своей непорочной жизнью, и которые были известны, что они видели этот венец до, так сказать, когда он лежал в императорском дворце. То же самое, понимаете, набор веточек подменить, извините меня, очень легко. Как отличить одну веточку от другой? Вот, эти доминиканцы известны, одного из них звали Андреем. Андреем. Братичево. Это просто показывает, что не все так просто. Чего помните эти имена? А потому что это связано вот с историей вот этой величайшей святыни, и это и восстановится аргументом. Так вот, эти... Да, и данный он приказ, что, короче, они приезжают, они заключают этот венец, просто по условиям договора этот венец должен был сначала перевести, его должно было перевести в Венецию, в Венецию привозят деньги, и из Венеции при условии получения денег его доставляют в Париже на свой страх и риск. Так вот, им был дан указ запечатать королевские печати и присутствовать вот так, двое. Отходят только по дружке, малый, большой и всякие разные. Я сказал, специально было указано, что люди как бы хорошего образа жизни, они по условиям договора должны сопровождать этот венец. Греки снаряжают, здесь известна дата отправления, греки снаряжают корабль. Братья и сестры, это не такси, корабль нанять. Наймите мне корабль, пожалуйста. Я в пятницу... Нет, самолет наймите мне в пятницу, он в Париже отрезает. А вы на венец перевесете? Перевес, а? Из венец перевесете? Нет, не поймите. Так давайте одокажите свою мощность. То, что у меня в самолет наймите. Наймите, наймите. У меня 50 килограмм перевеса книги. Ну, хорошо. Наняли корабль, для чего? Чтобы перехватить вот эту венецианскую галеру, братья и сестры, не успели. Но то, что греки хотели перехватить, а это же греки захваченного в Константинополе, братья и сестры. Это тоже свидетельствует о том. Дальше. Венец... Вот я просто говорю, что венецианцы порчены, испорчены, все-таки заплатили эту сумму и не хотели. То есть, они как бы предполагали, что это останется у них. Но король уже везет эту сумму. Не король, естественно, так сказать, но как бы доверен лицам. Приезжают в Венецию, он лежит в Венеции. Что делать? Море это море. Море на самом деле меньше опасности, чем на суше. Из Венеции в Париже. И Людовик Святой просит своего родственника, когда они все были биологически связаны, Фридриха, я забыл того, второго, кажется, чтобы он дал ему экскорт 200 всадников. Вот как в этом апостолу Павла. Для чего? Для того, чтобы уже венецианцы не перехватили вот этот ценный груз, когда ты везешь его по горам Бадалан, ну, братья и сестры, он дает это все. Ну, 200 всадников. Вот просто мы переведем это на обыденный язык. Их же надо кормить, их же надо поить, ночевать и все прочее. Какие расходы? Из-за чего? Если было сомнение, что это набор веточек, ну, ладно, я повторяю, Людовик IX, и он святой. А Фридрих-то он не святой. Ему, так сказать, либо платит, либо он сам. И вот, короче, дело было решено. Теперь, вот везут с такими предосторожностями, как вот тогда Павлу, когда сказали римскому операцию, что вот его готовы казнить, он дал их скоро. И здесь, довезли до Парижа. Что сделал первым делом король, когда встретил босиком? Представьте, Путин или Медведев, когда встречает поиск Богородицы, снимает обувь писяком, так сказать, вот, так сказать, в одной сорочке, так сказать, что бы там. И раз служба не работает. Как? Так у нас пиар-служба не работает. А так вы могли. Вообще было. Это следующее. Следующее. Сын, вы верите, вот такой, и внуков. Ну, вообще, возвращаясь, король снимает все, встречает. Но, первым делом, вот с точки зрения подлинности, вы говорите, как обосновывается подлинность? Он смотрит, смотрит, шутки шутками, но, я понимаю, сейчас все уже немножко устали, и это тошновато, но все-таки, если мы будем сейчас швыть, будет еще. Нет, смотрите, он смотрит, целы ли печати, братья и сестры, целы ли печати. Потому что королевскую печать, ну, как говорят, так сказать, ну, все-таки правила предисторожности были, так сказать, и тогда, вот, да, она оказалась ненарушимой, братья и сестры. Ну, так что ж, так вот я возвращаюсь. Если мы соглашаемся, что Византий венец был, видя, вот, во-первых, так сказать, уровень предосторожности, уровень, да, это получается, что в Париж в 1928 году он попал тем же сам, братья и сестры. Хорошо, вы скажете, 1237, а сейчас 2012. А при этом были всякие разные события. Правильно. Что было? Но было и во Франции то, что может поддержать наше сознание, в том, что это действительно не набор веточек, а именно венец. Известно, так сказать, опять же, что ключ, да, где его хранить? Вот, то, что становится уже не только историчным, а потом говорю, что есть история со своими, со своими правилами доказательств и документами, которые являются этими доказательствами. Где его, куда его поместить? Это же Терновый венец. Как я сказал, уже глава Иоанна Предельча попадает, расстроит готический собор. В Шартре плак в IX веке попадает, в XI веке собор сгорает, строит шарфский собор. А здесь Терновый венец. Строит так называемую Сен-Шапель, Святую Часовку. Если вы будете в Париже, это считается одной из жемчужин готической архитектуры. Но чем она замечательна с точки зрения обоснования поляности? Готические соборы в среднем строятся в среднем 100 лет. 70, 150, там, Нет, вот как раз Амгенский где-то на 70 построили. Ну, скажем, в среднем 100 лет. А эту часовну, вот стены, возвели за 5, за 6, за 7 лет, братья и сестры. Так вот, это под... Да, а стоимость ее тоже. Она была сравнима где-то 10-15 процентов, так сказать, годового бюджета Франции. Но это подразумевает такую концентрацию энергии, такое единение сил и душ, что тоже, откуда, откуда, если другие соборы параллельно строятся, 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 а это бум, еще такая красивая, братья и сестры. Вот. Так вот, это добавляет, еще раз сказать, аргументацию. Теперь, вот известно, что когда, опять же, убили Генриха третьего, ой, не Генриха четвертого, четвертого, он стал же был короткий. Так вот, убили. Первым делом, что сделал на сведе, кинулся, потому что на шее у него хранился ключ от реликвария, где был темно уеден. Ключ пропал или не пропал? Прочесно. Так этот жест отмечен в истории. Так получается как? Значит, сознание вот этой Франции, когда уже была во Фомейской ночь, когда, вот, хоть он и хранил этот ключ, но у него было прозвище как Берганал, ну, Гуляка. По-русски это Гуляка. Ну, у нас Гуляка, вот, Екатерина была тоже, где-то похожая на что. Нет, мы знаем про песню, еще любил он женщин и знал в декретных группах успехов. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее, ключ был у него при нем, братья и сестры. Это означает, вот, уже еще в шестнадцатом веке, еще, еще, и в шестнадцатом веке, значит, это было то самое, братья и сестры. Доходим до революции. Во время революции, когда меняется все? Ну, когда отменяется власть, он изликается революция. Конфискуется, да, естественно, часовня, реликварий драгоценный, вот, революция. Конфискуется все церковные имущества как народное стояние. Вот. А реликию, мощь, все тяжест, сжигаются, как пережитки, вредные пережитки прошлого. Ну, как так, поклоняться беточкам, с точки зрения рационального, рационального, современного сознания, безумие такое. Если Бога нет, то веточки ни при чем. Но, да, реликварий уничтожен. Не то, что он конфискован, расплавлен, камни, так сказать, естественно, там, как-то, оприходованы. А оказывается, вот эти промысел Божий. А эти веточки были записаны как памятник античности и помещены в кабинет сохранения памятников античности. прежде чем пока. Не мешали там. Звучит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова